всем привет это новая часть про наше евро путешествие и в сегодняшнем видео мы расскажем как мы ездили в барселону да в общем напомню что мы находились в тот момент на в городке небольшом называется лорд-де-мар прогуливаемся по утреннему лорд-де-марду благополучно не попали на девятичасовый автобус барселона вчера пошли на эту автостанцию спрашивать насчет этого автобуса и не взяли не взяли деньги чтобы купить и билеты даже как-то не подумали оказывается это очень горячее направление и все билеты раз раскупили в итоге купили только на 11 поедем в 11 так что не все они полную программу нашей исполнил но хотя бы отчасти наши туристы которые едут посмотрим а сейчас идем какой-то кастал крепость местную посмотрим что там у них творится такие вот пляжи каждое утро вроде как убирают море красивое горы стал и настя красиво вот такая вот красивая лазурная прозрачная водичка бабушка мы снимать не будем как тебе а мы идем вот туда на замок вот гуляли и нашли такой невероятной красоты место водичка просто алмазная такой залив с камушками а тут на горе чей-то частный замок построил усадьбу места невероятной красоты мы нашли там в лоры демаре такую уютную бухточку с кабелями где там в невероятной красоты прозрачности вода рыбки плавают такие живописные камни из крепость до искупавшись море и погуляв там по горам по фотографировались очень много красивых получилось фотографий мы направились на автовокзал на автовокзале мы взяли два билета туда и обратно в барселону из барселоны в лоры демар за 42 евро 4 билета да а наш гид предлагал нам оплатить экскурсию типа с ними поехать и там 6 там стоило получается 20 по моему или 3 нет а 36 а 36 на 1 1 и в итоге мы сэкономили практически 40 40 евро на этой поездке и нам почему не хотелось ехать с нашей группой потому что там какая была программа там тебя привезли провезли на несколько точек а вас за остальные точки еще надо было доплатить чтоб тебя и плюс нам нам не очень нравится когда из окна автобуса это смотреть и с нашими людьми потому что они зачастую ведут себя как гигари да и мы решили поехать своим ходом и спокойно по своей программе все посмотреть и сев на автобус дорога у нас заняла где-то около часа и нас привезли прям в центр барселоны первая наша точка была в барселоне это называется фонтаны манджурика манджурика и настя сейчас расскажет как мы туда добирались мы добирались туда не по туристическим уличкам улочкам а по гугловским картам да мы предварительно дома закачали в google карту оффлайн и прекрасно ориентировались в городе по этим картам благодаря остался я уже заблудилась 10 раз если бы не стаса умение как картограф мы замечательно пошли по характерным испанским улочкам с их какой-то харизмой с их жителями местными они там все-таки импульсивные приятные зашли в несколько магазинов по пути к этому фонтану сравнили цены поняли что европе соотношение цена качество вообще не такое как у нас до зашли в магазин вещей и посмотрели и удивились что цены на вещи такие же как у нас на центральном рынке барабашова и так это магазинчик находился практически в центре барселоны и там вот цены и вещи по качеству даже лучше чем у нас за эти же деньги каких-то бутиках да кажется там все настолько четко сделано швы красивые подошва нормально склеена ничего не торчит и это конечно поразило и цены нормальные адекватные цены мы за 19 евро кожаную куртку нашли но так как она была розовая мы ее не купили поэтому в следующий раз да и улочки барселоны тоже были очень уютные мы заметили то что в барселоне большое количество мотоциклов и мопедов много очень людей предпочитают вместо машины ездить на мопеде и мы видели как мужчина в костюме со шлемом и на по на мопеде направлялся и женщины точно так же в костюме в офисном костюме и на мопеде направляются еще очень развит у них велосипедный транспорт и практически в любой точке города находится велосипед дорожки велосипедные дорожки там везде абсолютно есть велосипедная стоянка на которой ты закачиваешь какое-то определенное приложение в телефон и оплачиваешь картой и берешь в аренду велосипед и на всех улочках даже каких-то не туристических везде на каждом углу были такие уютные кафешки со столиком где испанцы сидели по утрам уже пили винишко такие расслабленные вообще конечно такое ощущение что вот они живут и в какое-то удовольствие живут мы заметили такую разницу что от все люди на них смотришь и создается такое ощущение что они живут удовольствия и как бы не озлобленный редко встретишь где на улице кто-то с кем-то бы ругался или кто-то был бы там кто-то кому-то грубил нам ни разу нигде в европе и и конечно после того как мы вернулись в украину мы почувствовали разницу до украине от люди очень озлобленные такие усталые все в плохой физической форме а в европе конечно видимо сказывается стиль жизни и может выше уровень люди выглядят по здоровью намного здоровее и счастливее еще может быть сказывается то что проживают около моря потому что скорее всего это да мы встретили на побережье очень много бегающих бабушек и дедушек которая с утра на рассвете бегают и здоровье свое продлевают в общем пройдясь по улочкам барселоны мы направились в сторону фонтана муджурик до попали получается проходили мимо так называемой раньше торгового центра но раньше до этого там проводили кориды но так как кориды уже несколько лет запретили и после этого там такое сделали красочный торговый центр вот мы на фоне него тоже сделали очень красивые фотографии и также там возле этого торгового центра было такое как кольцо дорожное где посередине стояла невероятной красоты статуя площадь каталонии тоже центральная площадь очень красивая с всевозможными памятниками с фонтанами это действительно произведение искусства такие памятники архитектуры жутко красивые пошли мы к этому фонтану муджурик вот и добрались мы в барселону уже прошлись по городу и дошли пешком пешком до фонтанов муджурико 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 сейчас будем смотреть на высоте да да у 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 Также вот недалеко от этих фонтанов Муджурика находится олимпийский комплекс в Барселоне в 92 году проводили олимпиаду и после этой олимпиады очень остался огромный комплекс и он безлюдный, там практически нет людей и очень красиво. Мы туда также по пути зашли, пофотографировались, насладились и было немного как-то непривычно, потому что в самом городе Барселона много людей, все куда-то спешат, а там практически не было людей и так немного страшно и жутковато было, типа как зомби-апокалипсис. Так не все люди! После олимпийского комплекса мы направились в следующую точку, это парк с кактусами и Настя расскажет про наши приключения, как мы туда добирались. Мы туда сначала не добрались, потому что перепутали парки. Мы попали в другой, не менее красивый парк, но этот парк находился на горе и мы туда шли на горку. Нам было очень тяжело, мы устали. Мы туда пришли такие, а где кактусы? А кактусов нет. Там было пару кактусов, но это был не тот парк кактусов, который нам нужен был. Мы посмотрели с горки, с обзорной площадки вниз и увидели внизу этот парк кактусов, который нам нужен был. Мы посидели на лавочке, отдохнули, собрались мыслями, силами и пошли вниз. Уже с горки нам было намного легче идти в этот парк кактусов. Поразила масштабность этого парка и размеры этих кактусов, потому что я нигде не видела таких больших кактусов. Вообще нигде. Они гигантские. Их там разновидностей очень много. Алоэ, кактусы, пальмы, кусты какие-то, цветущие деревья. Там фикусы цветут. Огромные деревья фикусов. Парк очень большой, тоже практически безлюдный. Гуляя по нему, мы встретили буквально пару человек. И удивило то, что везде чисто, ухоженно, хотя мы не встретили работников этого парка, но нигде не мусора. И кактусы, конечно, таких огромных кактусов я никогда в жизни не видел. Самый маленький, наверное, такой вот кактус-брюх. Да, и спустившись с этого парка кактусов, мы направились в сторону, обратно к автостанции. И в это время мы проходили по старой части города. Порт, готический квартал. По узким улочкам тоже насладились эстетикой и красотой Барселоны. Но как раз вот в этот райончик там очень тоже много туристов было. Очень много. И все сделано для туристов. Все вот эти кафешки, торговые палатки, все для туристов. Очень хорошо развит туризм в Барселоне. Пускают рейсовые автобусы обзорные, которые двухэтажные идут с открытыми площадками и остановками для фотосессий. И также мы по пути встретили такое диковинное растение. Вот мы сфоткались с ним, вот фотография. И мы с Настей думали, думали, что же это за дерево. И сделали предположение, что это хлебное дерево. Под ним валялся такой как пух от тополя. Но он совершенно мягкий, такой интересная структура. Если кто-то знает, что это за дерево, напишите в комментариях. Да, потому что мы предполагаем, но не знаем точно. Направившись в сторону автостанции, мы также зашли в очень большой парк, на территории которого был ботанический парк, зоопарк и... Мамонт. Мамонт огромный. Мамонт. 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 Пошли вот к колесу. И тут я посмотрела на свой фитнес-трекер и поняла, что мы уже прошли 19 километров. Да, но это был еще не конец. Мы направились на автостанцию, узнали, когда там наш автобус. И после автостанции мы пошли, так как мы хотели тоже очень успеть, на собор святого семейства. Да, святого семейства фамильяр, который строил и проектировал Гауди. Да, но он не успел его достроить и скончался. И его достраивают уже другие архитекторы. Что, в принципе, чувствуется по стилю этого собора, потому что начиналось это все... То, что построил Гауди, это такое какое-то сумасшествие, просто взрыв, я бы так даже сказала. Потому что там как будто это все высечено из скалы. Там эти фигуры мужчин, женщин, святых. А дальше уже, что начали проектировать другие архитекторы, по проектам как бы Гауди, и оно все равно отличалось. Там было больше графичности, больше реалистичности какой-то. Все-таки чувствовалось, что ни одной рукой это все делается. Да, и в общем, когда мы вышли из-за улочки, из-за угла, и показался этот храм, у меня просто такое ощущение, что у меня сейчас щелюсть отпадет, и все, я ее поднять не смогу. Настолько величественное... Туристы растоптают. Настолько величественное сооружение. Это самое, наверное, величественное сооружение в моей жизни, которое я мог видеть. Конечно, это уже день подходил к концу, и это была уже наша последняя точка в этот день, в который мы хотели посидеть в Барселоне. И мы направились уже на автовокзал, сели на наш автобус и приехали в Лорет-де-Мар. На ужин. Да, на ужин мертвые пришли. Все съели. И посмотрели на фитнес-браслет, и там было 25 километров. Мы прошли 25 километров. Наш был рекорд с Настей. Ноги у нас гудели. На следующий день даже. И мы обессилены, легли спать. Рухнули. Да, вот так вот наш закончился невероятный день. Барселону мы посмотрели, остались вдохновлены, поражены красотой, харизмой и вообще жизнью барселонцев, каталонцев, как они себя называют. Да, город нас очень впечатлил. Очень. Ну, на этом наше видео заканчивается. О следующих городах вы услышите в следующих видео. Так что, по встрече. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok